Привет друзья! После двух недель активных тестов MIUI 14 мы подготовили для вас подробный обзор долгожданного обновления, в котором расскажем о всех новых фишках и принципе их работы, а также об особенностях MIUI 14, о которых умолчали разработчики. И по традиции поделимся фишками, получить которые вы сможете уже сейчас, даже если у вас старая версия MIUI. А перед началом не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить другие полезные видео про MIUI. Поехали! MIUI 14 прежде всего интересна тем, что для большинства актуальных смартфонов она принесет обновления до 13 андроида, по крайней мере для флагманов. Скачать китайскую бета-версию для многих новых моделей Xiaomi вы можете уже сейчас по ссылке в описании. Одно из самых заметных изменений MIUI 14 коснулась рабочего стола. Он получил поддержку новых супер иконок, позволяющих полностью преобразить домашний экран. Теперь по длительному нажатию на иконку приложения в контекстном меню доступна опция «Изменить иконку», позволяющую выбрать один из четырех размеров, а также ее стиль из доступных. Все эти супер иконки прогружаются из сети и доступны, разумеется, далеко не для всех приложений. Менять размеры и стиль иконок можно почти для всех системных приложений и для некоторых сторонних, которые популярны в Китае. Вероятно, в будущем онлайн-база поддерживаемых иконок будет пополняться. Интересно, что загрузка стилей супер иконок работает через менеджер тем, а как мы знаем в глобальных и китайских прошивках, он принципиально отличается. Поэтому остается большой вопрос, доберется ли вообще эта фишка до глобального релиза MIUI 14. Возможность изменять размер стала доступна и для папок на рабочем столе. Помимо базового размера можно выбрать крупный вариант 2х2 ячейки с интересной компоновкой. Также в настройках рабочего стола появилась тестовая опция, позволяющая менять цвет для иконок приложений, поддерживающих стиль Material U. Правда, выбрать пока можно только один из четырех цветов. Касаемо фирменных виджетов MIUI, на китайской версии теперь их стало еще больше. Появились новые мини виджеты, которые занимают всего две ячейки рабочего стола и отлично сочетаются с супер иконками. Кстати, некоторые из них можно установить уже сейчас даже на более старые версии MIUI. Например, виджет заметок, музыки и здоровья. Найти их вы сможете, как всегда, в нашем телеграм-канале по ссылке под видео. А вот виджеты томогочи с кошечкой, собачкой и растениями вряд ли доберутся до глобалок и скорее всего останутся только на китайской версии MIUI 14. Но лично я расстраиваться бы не стала, никакой пользы они не несут. При этом из моих личных наблюдений поддерживают они лишь пару анимаций. Например, котик двойным нажатием вытягивает свою мордочку и поджимает ушки, а тройным катает лапками клубок. И все. Да, это именно то, чего мы ждали. В плане украшалок разработчики традиционно добавили новые статические и динамические обои MIUI 14. Новые динамические обои можно установить абсолютно на любой андроид смартфон даже без прошивки MIUI. Мы импортировали их в качестве обычных живых обоев, которые устанавливаются в виде АПК и воспроизводятся именно так, как задумал производитель один раз после разблокировки экрана, а не циклично с прерывистой анимацией. Скачать вы их также сможете по ссылке в описании. Перейдем к более интересным – настройкам MIUI 14. Первое, что бросается в глаза – это новые иконки главного меню настроек, которые теперь имеют квадратную форму с закругленными углами. Поиск по настройкам теперь выдает больше результатов и при этом умеет сохранять историю, благодаря чему вы можете получить быстрый доступ к самым часто используемым опциям. Кроме того, разработчики логичнее перегруппировали некоторые разделы настроек. Например, раздел «Особые возможности» объединился с расширенными настройками, а настройки боковой панели стали частью раздела плавающих окон. Кстати, плавающие окна получили действительно полезное нововведение. Во-первых, теперь можно запускать сразу два плавающих окна, таким образом можно открыть сразу три активных приложения. Во-вторых, их можно удобно скрыть сбоку, экрана. И, наконец, если активировать функцию «Пузыри для диалогов», то от приложений, свернутых в окно, будут приходить уведомления в виде пузыря. В общем, за обновленные плавающие окна однозначно лайк. Также в настройках MIUI 14 стоит отметить возможность выбирать объем расширяемой оперативной памяти от 2 до 5 ГБ в зависимости от модели смартфона. Но, как мы знаем, расширение оперативной памяти за счет внутреннего хранилища не самая эффективная функция. Как минимум, по той причине, что скорость внутренней памяти значительно уступает оперативной. Галерея получила полезную функцию, позволяющую выделять текст прямо на фотографиях. Причем, как и обещали разработчики, без обработки через сервера. Фишка работает локально, поэтому воспользоваться им можно даже на старых версиях MIUI, установив свежую версию галереи. Ссылка на нее есть в описании к видео. Но стоит помнить, что работает данная особенность пока только с китайским и английскими языками. При попытке выделить русский текст мы получим забавный набор латинских букв. Дизайн центра управления и панели уведомлений остался без изменений по сравнению с MIUI 13, несмотря на то, что в сети нередко появлялись якобы сливы нового дизайна. Если у вас по-прежнему старые дизайн шторки со времен MIUI 12, актуальную версию центра уведомлений вы также найдете в описании под этим видео. Тем не менее, парочку новых особенностей для MIUI 14 шторка все-таки принесла. Так, например, назойливые уведомления, которые висели в шторке и не удалялись, теперь можно принудительно закрыть. Кроме того, если отключить блютуз из центра уведомлений, он отключится, но лишь до следующего дня, после чего автоматически включится обратно. И чтобы отключить его полностью на все время, потребуется делать это через настройки. К слову, попасть в них можно по длительному нажатию на переключатели шторки. И наконец, обещанная оптимизация MIUI 14, о которой мы подробно рассказывали в предыдущем видео. Фотонный движок, снижение энергопотребления до 22%, повышение скорости работы приложений до 88, меньший расход оперативной памяти и хранилища. Все это, как всегда, звучит очень красиво и многообещающе. Но на деле, рядовой пользователь вряд ли заметит какой-то ощутимый прирост. Мы сравнивали MI 11 Ultra с MIUI 14 и MI 10T Pro с MIUI 13 и более слабым процессором. И на наш взгляд, разницы в скорости работы и расходе оперативки попросту нет. Возможно, разработчики что-то еще допилят к релизной версии, либо может разница будет ощутима только на более слабых смартфонах. Но если вспомнить обещанной оптимизации прошлых версий MIUI, и там реального прироста скорости пользователи также не ощутили. Зато при этом лишились некоторых полезных фишек, типа плавающих окон и разделения экрана. Да, система действительно стала занимать на пару-тройку гигабайт меньше хранилища, в зависимости от модели смартфона. И даже многие системные приложения стали удаляемыми, кроме восьми основных на китайской версии. Но даже здесь оказалось не все так прозрачно. У половины из этих так называемых удаляемых системных приложений фактически удаляются лишь ярлыки с рабочего стола. Сами приложения не просто продолжают занимать память смартфона, они по-прежнему работают. Для примера, удаляем системное приложение менеджер тем. Иконка пропала, все отлично казалось бы, но открыв меню недавних, мы свободно можем открыть и продолжать пользоваться им. Ну и наконец, заявленные фишки с семейным доступом и Mi Smart Hub с большей долей вероятности так и останутся эксклюзивом для Китая. Поэтому заострять внимание на этом я не вижу смысла. В целом, уже который год MIUI не приносит никаких масштабных изменений. На этот раз обновление может порадовать разве что обновленными плавающими окнами и улучшенной кастомизацией рабочего стола с супер иконками. Но еще не факт, что эти супер иконки доберутся до глобальной версии MIUI 14. Да и реклама никуда не делась, несмотря на множество слухов. В остальном же, по большому счету, все крутится вокруг оптимизации. В этом году даже для китайской версии MIUI изменения просто минимальны. А из них и половина не дойдет до глобальной версии. И что в итоге останется? Может быть MIUI уже просто достигла своего пика совершенства, поэтому ничего нового ждать не стоит? Друзья, а что думаете вы? Делитесь своими мыслями в комментариях и обязательно подписывайтесь на канал. И не забудьте заглянуть в описание, там вас ждет много полезного, в том числе приложение из MIUI 14 и актуальная информация по выходу обновлений для ваших устройств. Спасибо за просмотр, пока-пока.